Региональные новости в эфире нашего телеканала в студии Анна Рязанова. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. И за аномально теплой зимы ледоход может начаться раньше обычного. Жители островов и деревень уже готовятся. Не может пользоваться банковскими счетами и даже продать. Личный автомобиль Северодвинец страдает из-за долгов своего полного тезки из Кубани. Современные танец и народные напевы, рукоделие и лего-творчество. Пенежане увидели радугу творчества. По сообщению регионального МЧС из-за аномально теплой зимы ледоход может начаться раньше обычного. Жители островов и деревень уже начали подготовку к весеннему половодию. Как это происходит в Холмогорском районе, расскажем в нашем материале. В магазине села Ломоносова пока нет ажиотажа, но продуктами жители уже начинают запасаться впрок. Из-за аномально теплой зимы распудицу и половодий в этом году ждут раньше обычного. Спрашивают, бывают заказы принимаем покупателей, кто что заказывает. Кто-то из печеного, кто-то там песку, соль, корма может быть заказывают. Если ситуация с ранними закупками для жителей Холмогорского района за многие годы стала привычной, то вот обстановка с переправами в этот раз многих выбила из колеи. Например, зимник в Ломоносово так и не наморозили до нужной грузоподъемности. Из-за этого лесовозам приходится разгружаться на берегу в Холмогорах, а на Куростров завозить лес на самосвалах и тракторах. Проблема с переправами отразилась и на работе предпринимателей. У одного из них хранилище с картофелем находится на острове. Вывозить продукцию на большую землю пришлось тракторами, а на берегу возле Холмогор перегружать фуры. В региональном МЧС отмечают, ледовые переправы в этом году могут закрыться раньше, чем в прошлые сезоны. Ледоход ожидает чуть ли не в середине апреля. Там, где возможны подтопления, жители просят начать подготовку к половодью. Хотелось бы посоветовать людям, которые знают, что традиционно у них дома имеют риск подтопления, это страхование имущества именно от половодья и паводка. Ну и по большому счету сделать запас необходимых продуктов, поднять вещи в сухое место, то есть на возвышенность. В зоне особого риска в период половодья традиционно окажутся Котлас, Дябрино Красноборского района, село Емецк и поселок Холмогоры, по Пинижью это Верхняя Палинга и Белогорская, деревня Лая Приморского района, Быча и Лампожне Мизенского района, а также острова Архангельска. Анна Рязанова, Светлана Михеевская, Александр Угольников, регион 29. В Северодвинске полный тезка злостного должника из Краснодарского края уже год не может пользоваться своими банковскими счетами и продать личный автомобиль. Все арестовано отделом судебных приставов с юга страны. Даже суд помогает только временно. Об абсурдной ситуации Николай Цып. Китайский внедорожник 2007 года уже требует обновления, но продать транспорт Александр Кравченко не может. Никто не захочет покупать машину, которая стоит в аресте. Вот только арест на рекдействия наложен за чужие долги, которые накопил его полный тезка из Краснодара Александр Александрович Кравченко. Даже дата рождения совпадает. Разница только в месте рождения, но и при этом долги по ЖКХ кредитам-элементам более чем на 2 миллиона рублей. Краснодарские приставы пытаются взыскать с Северодвинца. Все банально начиналось пару лет назад со штрафа ГИБД. В один прекрасный момент видно, что с карточки тысячи-полторы тысячи рублей переведено. Начинаешь выяснять, понимаешь, что это не с тебя списали. Сначала думал разберется, следовал указаниям приставов, написал письма с разъяснениями, даже обсудил все по телефону. Сказали, что это банальная ситуация, они к этим ситуациям привыкли, так что ничего страшного, не расстраивайтесь. Пришлите нам свои данные, паспорт, снил СНН и мы устраним. Я эти данные посылал, не знаю, раз уже в 50. А когда дело дошло до удержания половины заработной платы, Александр обратился к юристу. Права Северодвинца удалось отстоять в прикубанском суде. Изначально аресты были сняты приставами, согласно этому решению. Однако вот буквально в январе этого года Александр обнаружил, что вновь исполнительное производство. Несколько десятков подобных случаев разбирали приставы Архангельской области. Все дело в банальной нехватке данных для идентификации личности. Зачастую в распоряжении службы лишь ФИО и дата рождения должника. По этим скудным данным банки и предоставляют информацию о наличии счетов, которые позже арестовываются. С 1 апреля вступает в силу федеральный закон, который будет уже обязывать указывать в исковых заявлениях и в заявлениях о выдаче судебных приказов дополнительных идентификационных данных. Это СНИЛС, это данные документа удостоверяющего личность. Однако тем, кто уже попал в западню с тезками-неплательщиками из других регионов, эти изменения не помогут, считает юрист. Ведь срок предъявления исполнительного листа – три года. Причем этот срок прерывается на тот момент, когда исполнительный лист находится на исполнении у судебных приставов. То есть эти три года превращаются в 10 лет и более. 1 марта Александр Кравченко получил очередное письмо о том, что все аресты сняты. Но таких бумаг уже много, а результата ноль. Но неужели единственный верный выход – это смена имени и фамилии? Мне кажется, это подстраиваться под систему, наверное, в совесть не позволяет. Я хочу все-таки дойти до конца, как-то свою правду отстоять. Судебные процессы в Краснодарском крае Александр Кравченко намерен продолжить. Николай Цыпь, Юлия Куницкос, Алексей Карельский, Денис Линчевский. Регион 29. Уже в этот четверг на нашем телеканале смотрите программу «Открытый регион». Отметим в прямом эфире день рождения народного предприятия «Архангельск.Хлеб». Подведем итоги работы коллектива за прошлый год. Какие очередные вершины покорены работниками производства и в чем секрет долгой любви к продукции компании. Поговорим об этом с генеральным директором народного предприятия «Архангельск.Хлеб» Светланой Лапшиной. Свои вопросы можно задавать уже сейчас, позвонив по телефону 211-385. Код областной столицы 8182. Итак, встречаемся в прямом эфире телеканала «Регион 29» 5 марта в 12 часов 15 минут. Присоединяйтесь. Пенежане увидели радугу творчества. Фестиваль с таким названием уже в четвертый раз проходит в старинном селе Сура. Современные танецы, народные напевы, рукоделие и лего творчество. Все увидел Артемий Заварзин. Пуститься в пляс или пронзительно прочитать стихотворение. Участники радуги творчества могут все. Представить свое видение текстов Виктора Цоя. Ты солнце мое, взгляни на меня. И, конечно, оживить слово любимого земляка Федора Абрамова. Молодежь замахнулась на целый моноспектакль по его рассказам. «Я выступала за первым Маданной спиннингом. Это произведение сложено из нескольких произведений Федора Абрамова. И мне оно очень нравится». Среди новых на фестивале номинации «Лего творчества» вышивка популярности не сбавляет декоративно-прикладное искусство. «Я приехал с песней «Слушай сердце». И мне очень понравился конкурс. Очень сильные участники. Было с кем бороться». В Сурском Доме культуры было представлено больше полусотни творческих номеров. «География нашего фестиваля расширяется. В этом году у нас уже плюс поселок Луковецкий приехал к нам. Они еще не были. То есть уже плюс с Верховья, Пиннижья и до Луковецкого у нас все коллективы у нас работают». В следующем году «Радуга творчества» пройдет уже в пятый раз. К маленькому юбилею обещают еще больший масштаб фестиваля. Артемий Заварзин, Дмитрий Черноусов, Регион 29. К этому часу пока все новости. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова